Сегодняшняя тема. Подтяжка груди или мастопексия, это операция по подтяжке мягких тканей груди и удалению лишней кожи. Операция возвращает груди красивую форму и упругость. Чаще всего подтяжку груди выполняют, если молочная железа сохранила объем, но потеряла форму и опустилась в результате беременности и грудного вскармливания. Проверить, нужна ли вам подтяжка груди, легко положите под грудь карандаш, если он держится, то операция может вам помочь. Часто грудь обвисает не только после беременности, но и после значительной потери веса, в силу возрастных изменений или генетических особенностей. Во всех тех случаях вернуть красоту груди можно при помощи мастопексии. План операции вырабатывается хирургом на первой консультации, исходя из ожиданий пациентки. Иногда операцию по подтяжке груди совмещают с процедурой увеличения груди за счет имплантов или, наоборот, уменьшение молочной железы. На консультации хирург также назначит необходимые анализы и обследования перед операцией. Надо помнить, что, хотя подтяжка груди и относится к эстетической медицине, это хирургическое вмешательство, и оно требует определенной подготовки и реабилитации. В ходе операции хирург удалит лишнюю кожу, поднимет ткани груди на нужное место, установит импланты, при необходимости, и закроет разрезы косметическими швами. В течение первых дней после операции пациентка может испытывать дискомфорт от послеоперационных гематом и отеков. Чтобы избежать осложнений и облегчить процесс заживления, важно соблюдать все рекомендации врача, носить специальное белье, не пропускать даты осмотров и перевязок. В течение первого месяца после операции важно ограничить свою активность, в том числе занятия спортом, в соответствии с рекомендациями хирурга, о любых побочных эффектах сразу сообщать лечащему врачу. Если у женщины есть маленькие дети, первые один-два месяца после операции ей может потребоваться посторонняя помощь. Наиболее частыми нежелательными эффектами после операции подтяжки груди является асимметрия грудных желез или потери чувствительности ореолы соска. Чтобы избежать этих нежелательных последствий, важно тщательно выбирать пластического хирурга, врача, который специализируется на подобных операциях. Подтяжку груди можно сделать в любом возрасте по желанию клиентки. Операция не помешает будущим беременностям и возможности кормить ребенка грудью, однако важно помнить, что после каждой беременности грудь может меняться. Оптимальным вариантом является тот, при котором женщина прибегает к операции подтяжки после всех запланированных беременностей. В этом случае результат операции сохраняется на долгие годы. Результат операции по подтяжке груди виден сразу после операции, но из-за отеков и гематом его сложно оценить. Окончательную форму и размер грудь примет только после того, как закончатся все процессы восстановления и заживления. Для этого может потребоваться в среднем 4-6 месяцев. Результаты операции по подтяжке груди могут меняться не только в случае новых беременностей, но и, например, в случае набора или потери веса, под влиянием возраста. В любом случае через несколько лет возможна коррекция результата повторной подтяжкой. При этом, в зависимости от состояния груди, женщине может не потребоваться полноценная операция, а будет достаточно небольшого вмешательства, чтобы вернуть женской груди молодость и привлекательность. Ставь лайк и подписывайся.